Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами обзор фильма. Это фильм, основанный на реальных событиях, и имя ему «Темпл Грандин». Этот фильм, в общем-то, назван по имени того человека, о котором он снят, «Темпл Грандин». Это женщина, о которой мы сегодня будем много разговаривать. На мой взгляд, эта женщина – абсолютный победитель, и её судьба – это, в общем-то, та история, которую действительно стоит узнать, чтобы, наверное, приобрести некую другую, иную толику воззрений на все события и всех людей, которые окружают нас с вами в жизни. Итак, «Темпл Грандин» и фильм, и, собственно, жизнь этого человека – это абсолютно доподлинная история. «Темпл Грандин» родилась с определёнными расстройствами аутического спектра. К сожалению, на сегодняшний день всё большее количество детей получают подобного рода диагнозы. Вы знаете, я, наверное, очень большое хочу внимание уделить именно этому расстройству в сегодняшнем видео и уже потом перейти к рассказу о том, почему это так важно. Как правило, на сегодняшний день, если мы слышим термин «аутизм», нам кажется, что это человечек, оторванный полностью от бытия. И вот с такой стигмой мы, собственно, и живём, да, с предубеждениями, думая о том, что это люди, которые находятся просто где-то в другой реальности, к ним лучше не подходить, их лучше не видеть, закрыть и, в общем-то, не обращать на это всё внимания. Вы знаете, на мой взгляд, эта точка зрения на сегодняшний день абсолютно недейственна. Ну, во-первых, как я уже и заметила в самом начале, аутистические расстройства имеют тот самый спектр. То есть сегодня это так и анонсируется, как спектр аутистических расстройств. Там не всегда всё бывает так, что человек просто живёт где-то в своей реальности и не контактирует с миром вообще. Существует огромное количество разного рода оттеночных явлений, существует огромное количество разных индивидуальных особенностей людей с носителями подобных расстройств именно этого спектра. И очень часто это люди, которых мы видим вокруг нас. То есть очень часто аутизм имеет некие только лишь определённые истории в поведении или в мировоззрении человека, но он абсолютно дееспособен, и он вращается в нашей с вами среде. Вопросы о норме и патологии на сегодняшний день, мне кажется, так не работают, как работали раньше. Почему я рассказываю вам все эти истории? Потому что я хочу, чтобы вы приобрели некий другой опыт и некий другой взгляд на жизнь и на тех, кто нас окружает в том числе. Ведь всегда здорово не только на своих каких-то историях учиться, расти и становиться лучше. Но мы можем это делать и на историях других людей, которые нас окружают. В данном случае эта история может быть не человека, который рядом с вами, но это абсолютно доподлинная история. К вопросу о норме и патологии. Вы знаете, сейчас очень резко встают такие вопросы о том, что не надо делить людей на правильных и неправильных. Нужно рассчитывать на то, что есть некая другая реальность. То есть нужно смотреть на определённые истории не с точки зрения, что он какой-то не такой, он ненормальный. Потому что сегодня норму определить очень сложно. И на самом деле именно любую какую-то особенность, любое какое-то явление интереснее всего рассматривает с точки зрения некой иную реальности. А кто сказал, что реальность, она объективна? А кто сказал, что то, что для меня сегодня красный, для вас тоже будет красный? Этого никто не заявлял. То есть у меня это может быть тёмно-красный, для вас это будет насыщенно-бархатистый, ещё какой-нибудь красный. Так вот, на все явления в этом мире мне хочется смотреть с позиции именно другой реальности, что, в общем-то, я и вам рекомендую. И таким образом можно избавиться от определённых предубеждений, которые, в общем-то, очень много создают барьеров в этой жизни. Не только для нас, но и для всех, кто рядом с нами находится. Так вот, пардон за такое длительное, в общем-то, введение, но это действительно очень интересно, потому что, когда мы думаем, что аутизм — это, ну, опять же, что-то, что с нами никогда не случится и с чем мы никогда не столкнёмся, он везде и всюду. Посмотрите, насколько много гениальных людей, они другие. То есть гениальные люди, они другие не потому, что они очень умные, а реально, потому что если у них много в одной истории, то, может быть, чуть-чуть меньше в другой. Посмотрите тот же фильм по поводу теории Большого Взрыва, по-моему, так он называется, Big Bang Theory на английском языке. И там вот тот гений, он ведь тоже с определённым спектром аутистических расстройств. Посмотрите любых гениев в школе. То есть очень много детей, которые блещут просто знаниями, но в другой истории они немножечко отличаются от других детей. И мы думаем, что он либо какой-то не такой, и начинаем тюраться, что-то думать об этих людях не очень хорошее. А на самом деле, в общем-то, по-другому надо смотреть на все эти истории. Так вот, наш с вами «Темпл Грандин». Вернёмся к теме. Это девочка в детстве, получившая, собственно, вот такой диагноз, но она не сдалась, и фильм рассказывает о её истории жизни. Для тех, кто не совсем в теме, я напомню, что аутизм — это такое расстройство, когда всё слишком-слишком. Где-то слишком громко, где-то слишком ярко, где-то слишком холодно, где-то слишком опасно. И это люди, которые пытаются войти в свою зону комфорта и, в общем, выходить из неё чем реже, тем лучше. Где-то эта опасность возникает при общении с людьми, где-то эта опасность возникает при столкновении с какими-то ситуациями. В общем, истории в этом плане очень много. Так вот, наша героиня — это девушка, которая большую часть своего детства провела на ферме, это в Америке, естественно. Вы, кстати, можете абсолютно здорово эту женщину найти сегодня на TEDx, на моём любимом, куда я всегда всех отсылаю. У неё очень много токов, она очень много делала рассказов и открытий, потому что сегодня она научный деятель. Так вот, девушка росла на ферме и наблюдала за коровками, собственно, за тем, как их пасли и что с ними делали, и как всё происходило в мире крупного рогатого скота. И она находила очень много аналогий в чувствах, в чувствах животных и своих чувствах. Когда животные волновались, она обладала необыкновенной чувствительностью к этому моменту, она примерно испытывала те же самые чувства. Она изобрела для себя определённый аппарат, который якобы успокаивал её. То есть когда на неё накатывали вот эти вот волнительные истории, она погружала своё тело в этот аппарат, и там как бы были крупные такие очень тесные объятия, в общем, которые её успокаивали. Примечательна вся эта история тем, что девушка смогла вырваться из своих страхов и закончила университет. Она действительно училась, она жила в общежитии, что, в общем-то, для людей с подобного рода расстройствами абсолютный караул, кошмар и ужас. Но она, да, смогла всё это превозмочь и выучилась, получила диплом. Сегодня она профессор животноводства, живёт и работает в штате Колорадо, кстати говоря. И она на сегодняшний день очень здорово консультирует очень больших специалистов, огромнейших ферм. Она привнесла целую революцию в мир ухода за крупным рогатым скотом. Она реформировала просто все истории о том, как их нужно содержать, как о них нужно заботиться. И, в общем, вся её история, она очень сильно погружена именно в развитие и во взаимодействии с психикой животных в том числе. Кстати говоря, вот ещё один очень интересный момент. Я узнала о ней из книги Рама Чендрона, но есть ещё и книга нашего драгоценного Оливера Сакса, где он тоже о ней, в общем-то, тоже упоминает. Ну, это, в общем, говорит о том, что Темпл Грандин — абсолютный феномен своего рода. И, вы знаете, когда где-то примерно год назад я посмотрела этот фильм, у меня было такое очень интересное ощущение, ощущение того, что ну вот, люди могут. Ведь могут же! Ведь могут же! То есть люди могут превозмогать сложнейшие ситуации, пробиваться к очень, ну, скажем так, не всем и легко дающимся Знаниям и к статусам, которые открывают эти Знания. Почему тогда не могут все остальные? Вот в чём вопрос. И, в общем, я хочу, чтобы, если вы посмотрите этот фильм, эту абсолютно жизненную историю вот этой вот очень выдающейся, очень сильной, на мой взгляд, женщины, особенно если вы посмотрите её на TED Talks, я думаю, что вы начнёте смотреть и на мир немножко по-другому, и, возможно, у вас появятся новые цели. А самое главное, я думаю, у вас появится некий оптимизм, понять, что всё возможно. Всё возможно в гораздо более сложных и страшных реально панических условиях. Так почему тогда это невозможно нам? В общем, это ещё одна ступенечка через науку и через жизнь другого человека понять, что и ваши возможности, они не ограничены, что и вы, если захотите, можете научиться всему, и вы можете выбиться из этой реальности, которая окружает вас здесь и сейчас, поставить себе цели и достичь эти цели. Главное, чтобы идти к этому с чувством, с любовью, с истинным желанием. То есть нужно чётко понимать, что то, что вы делаете, это то, что вы очень любите. И тогда, в принципе, нам будут нипочём. Никакие препятствия, которые мы встречаем в социальной жизни, никакие препятствия, которые мы встречаем на собственном пути из-за личных каких-то обстоятельств, опять же, семейных или, может быть, ещё каких-то, не уж тем более состояние здоровья никогда не может стать препятствием на пути роста, личностного роста, на пути становления лучшей личностью. Нужно всегда стремиться стать лучше, чем вы есть сегодня. И вот это ещё один такой striving example, стремящийся пример к тому, чтобы всё это достичь. Всем желаю прекрасного просмотра. Фильм действительно хороший, его можно смотреть и детям, и взрослым. Это будет замечательный семейный просмотр. И обязательно обдумайте, чему научит вас этот фильм. А когда посмотрите, возвращайтесь и напишите мне что-нибудь, что вы об этом думаете в комментариях. Всем хорошего просмотра. Мы на связи. Bye-bye.